здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами несколько на отвлеченную от садово-огородной тематики тему однако же очень важно для нас для всех людей для нашего здоровья пробиотические или биотические продукты кисломолочные продукты преимущественно последнее время завоевали нашу любовь мы можем увидеть практически в каждом магазине молочные продукты с различными биодобавками как правило этими биодобавками являются различные молочно-кислые организмы последнее время популярность различных биологически активных добавок бадов содержащих всевозможные лактобациллы то есть палочки которые сбраживают лактозу и другие сахара до молочной кислоты приобрели огромнейшую популярность многие пользуются таким лекарственным препаратом как линекс более того многие люди используют такие препараты которые предназначены для лечения дисбактериоза кишечника в качестве закваски для приготовления молочных кислых продуктов если препарат свежий если он содержит достаточное количество живых бактерий а там как правило их целая композиция то в этом случае действительно получается вполне приемлемый молочнокислый продукт популярность завоевывают также и закваски которые можно найти уже не только в крупных супермаркетах но купить и по интернету и даже в небольших магазинах а йогуртница является уже не таким уж экзотическим бытовым прибором на наших кухнях а владельцы таких современных мультиварок уже используют их в том числе и для приготовления домашнего йогурта понятно что многие из нас не очень доверяют покупным молочным продуктом из гипермаркет когда смотришь на срок годности продукта и видишь что он хранится 20 с лишним дней даже в холодильнике удивляешься советское время но в моем действии кефир был суточный и двухсуточный один слабил второй крепил один был приятный на вкус второй уже довольно таки кислый а чтоб 20 дней молочный продукт хранился это нас многих смущает несмотря на то что производители уверяют и это правда что он готовится асептически что там почти стерильное молоко используется что все закрытые системы что что все это в общем вполне хорошо и правильно многих смущает и заставляет или побуждает приготовлению молочнокислых продуктов дома это на самом деле очень хорошо существует правило приготовления этих продуктов в каком случае они несут наибольшую пользу и мы обязательно в наших выпусках поговорим и об этом все-таки это очень важная составляющая часть поддержания нашего здоровья ведь молочнокислые продукты и бактерии которые собственно к той жизнедеятельность которых приводит к формированию этих кисломолочных продуктов обладают огромным рядом полезных свойств они и продуцируют антибиотические вещества они продуцируют кислоты в кишечнике они создают среду в которой неудобно жить различным патогенным микроорганизмом более того кишечное население а это бактерии преимущественно понят шуму простейшие какие-то паразиты но это не много в основном это бактерии они могут обуславливать наше настроение они могут приводить неправильное соотношение бактерий формированию диабета например второго типа они могут в то же время защищать нас от болезни сердца они безусловно стимулируют наш иммунитет они хорошо регулируют работу нашего кишечника это очень важно они вплоть до того что могут вызывать там ну какие-то хронические заболевания и на сегодняшний день становится все более более популярным заселение кишечника так сказать микрофлоры взятой у здорового человека не буду рассказывать вам как это делается рассказ будет не очень приятен хотя все на самом деле достаточно эстетично делается поговорим об опасности которые несут в себе бесконтрольное применение пробиотических или элбиотических продуктов раньше когда мы жили в состоянии некоторого дефицита продуктов об избытке потребления и не шло речи на сегодняшний день мы ограничены возможности покупать продукты питания только доступными деньгами самих продуктов вполне нам достаточно и вот избыточное потребление пробиотических продуктов так сказать каких-то идей связанных с таким супер здоровым образ жизни мне это выражение не нравится здоровый образ жизни я больше люблю выражение не вредный образ жизни это как-то более по земному и как-то звучит гораздо приятно вот они иногда приводят к тому что люди стараются стараются и уже переходят ту грань увлечения пробиотическими продуктами которые которые можно купить в любом гипермаркете включая кефир простоквашу йогурты всевозможные или специальные пробиотические продукты которые рекламируются как полезные для нашего здоровья давайте вспомним что в результате деятельности молочнокислых бактерий образуется молочная кислота она образуется как в самом продукте так и внутри нашего организма где эти молочнокислые бактерии могут подхватывать те углеводы сахара которые мы потребляем в пищу и уже в полости кишечника в желудке они конечно не очень хорошо живут там все-таки слишком кислая среда а вот уже в тонком кишечнике тонкий кишечник они вполне способны заселять и вот когда по кишечнику проходят эти углеводы они ими питаются за счет этого и поддерживается микрофлора кишечная не используют нашу пищу в том числе в качестве своего источника энергии и пластических веществ и соответственно образуют там же молочную кислоту оказывается молочная кислота бывает двух типов первый тип молочной кислоты или и плюс молочная кислота образуется в том числе в нашем организме и плюс молочная кислота еще называется мясо молочное она так называется потому что ходе работы мышц там накапливается лактат и этот лактат имеет особую пространственную структуру которая называется эль структура молочнокислые бактерии способны кроме выработки вот этой эль молочной кислоты мясо молочное способны к образованию также и d молочной кислоты д молочная кислота является довольно опасной для нашего организма наш организм напрямую усваивать ее не может у нас есть специальные механизмы которые позволяют превращать д молочную кислоту в эль молочную кислоту и тем самым обезвреживать ее для дальнейшего использования большинство молочных микроорганизмов образуют как d молочную кислоту так и эль молочную кислоту а в нашем организме образуется только и плюс молочная кислота что же происходит в случае увлечения чрезмерного увлечения пробиотическими продуктами дело в том что в этом случае бактерии молочнокислые бактерии могут очень сильно избыточно заселять наш тонкий кишечник и толстый тоже но проблема касается в основном тонкого кишечника и в этом случае углеводы попадающие вместе с пищей перерабатываются ими в вредную д молочную кислоту чем же вредна д молочная кислота самый главный ее вред в том что она может оказывать токсическое воздействие на головной мозг как это проявляется это проявляется в виде симптомов рассеяния наверное каждому из нас знакомо то чувство когда мы не можем собраться с мыслями когда мы вроде бы и выспались но чувствуем себя как-то как будто бы нам надо поспать еще голова не соображает мысли разбегаются мы не можем ни на чем сосредоточиться работа раздражает настроение плохое но невозможно собрать мысли в одну кучу нам иногда кажется это погода это геомагнитные бури хочется лечь на на руки и просто полежать на столе закрытыми глазами никакого желания нет работать мысли в голове вообще никаких вот это типичные симптомы вызываемые избытком молочной кислоты в организме именно д молочной кислоты к сожалению некоторые организмы способны к образованию только д молочной кислоты это например такой микроорганизм очень хорошо известный к болгарская палочка она продуктах образует исключительно вот эту вредную молочную кислоту при этом молочные продукты с болгарской палочкой являются широко распространен кто-то конечно может возразить слушайте но никто же не умер но конечно ведь все зависит от того а сколько вы употребляете этих молочнокислых продуктов старые времена избытка потребления не было и б очень важно сколько вы потребляете сахаров ведь если вы ограничиваете потребление простых сахаров а это глюкоза фруктоза ну сахарозу можно сюда отнести но то есть то все те сахара которые обладают сладким вкусом которые вот так притягательны для нас старые времена потребляли этих сладких продуктов гораздо меньше потребляя избыток сладких продуктов мы соответственно подкармливаем нашу кишечную микрофлору вот эту болгарскую палочку которая может там внутри находиться нас заселять нас при частом потреблении пробиотических продуктов с болгарской палочкой и тем самым это будет нарушать нормальный а наш обмен веществ и сахара будут превращаться в эту кислоту и хронически немножечко по чуть-чуть однако же достаточно ощутимо отравлять наш мозг вызывая вот эти неприятные явления они влияют на наше сознание это вообще очень большая неприятность иногда даже не знаем откуда откуда что взялось однако вот оно может взяться именно отсюда какие продукты еще какие бактерии содержат ну вот такой продукт как ряженка такой продукт как айран такой продукт как сметана варенец вот эти продукты преимущественно содержит вообще не молочные кислые палочки они содержат термофильный стрептококк это совершенно другая бактерия которая тоже образует и d и и молочную кислоту одновременно в одинаковых объемах но в определенном смысле к счастью в молочный кислый стрептококк не способен проходить желудочно-кишечный тракт его верхней отделы из-за очень высокой кислотности и он буквально весь погибает желудке там где кислотность очень высоко поэтому более этой молочной кислоты д молочной кислоты чем мы потребляем вместе с продуктами а здесь 50 процентов д 50 процентов и мы не потребляем то есть дополнительно в нашем организме она не образуется в этом нет никакой опасности к сожалению кефирные грибки своей основе содержат полгарскую палочку которая образует исключительно д молочную кислоту вредную молочную кислоту и соответственно содержат молочные грибки специально они очень полезны и хороши в целом кефир является хорошим полезным продуктом но не надо им увлекаться слишком сильно просто вот очень сильно не стоит увлекаться особенно людям с пониженной кислотностью желудка кроме того повторюсь еще один раз еще один раз потребляя подобного рода продукты для того чтобы сохранить ясность ума и здоровья надо минимизировать потребление простых таких сладких на вкус сахаров сожалению в том числе и меда какие же бактерии являются хорошими какие являются полезными среди множество продуктов которые вы можете найти гипермаркете вы легко можете отыскать молочнокислые продукты особенно вот такой жидкой консистенции на которых написано с бифидобактериями дело в том что бифидобактерии образуют исключительно и полезную молочную кислоту ценность бифидобактерий неоспорима это одно из наиболее полезных и лучших населений нашего желудочно-кишечного тракта поэтому выбирая пробиотические продукты с бифидобактериями вы можете быть уверены что при всех обстоятельствах даже при сильном активном заселении этими бактериями вашего кишечника даже при потреблении сахаристых продуктов ну их любом случае не надо употреблять много но вы никогда не получите вот такого отравления организма вот этой вот неправильной молочной кислотой ну к сожалению большом бифидобактерии не относятся к лактобацилам и достаточно сложно культировать они здесь не размножаются и если вы вот такой продукт с бифидобактериями нальете в молоко простерилизованное чтобы убрать оттуда какую-то дикую микрофлору которая находится и на поверхности ложек и банок и и просто в молоке пастеризованном они находятся термофильные эти молочнокислые бактерии в воздухе летают и на поверхности растений есть они отвечают за сквашивание капусты они отвечают за сквашивание огурцов за вот эту всю биотехнологическую домашнюю продукцию вот у вас вырастут там только молочнокислые бактерии а пифидобактерии у вас там не вырастут они не способны расти в молоке но они могут расти внутри нашего организма в кишечнике что же делать любителям домашних йогуртов какие использовать бактерии и закваски для того чтобы приготовить полезный йогурт дома есть такая палочка вручалочка на сегодняшний день можно в магазинах найти продукты они достаточно популярны вот есть октимель от данон и у нас продаются вот такая экспонента иммуна плюс в основе которой находятся молочных молочнокислые бактерии которые также образуют исключительно и молочную кислоту мясо молочную кислоту полезную для нас это лакто бактерии козеи лактобацилюс козеи вот вы всегда сможете найти на упаковке вот такую надпись что это лактобацилюс козеи здесь тоже есть такая же надпись вот эти бактерии пробиотические бактерии способны хорошо проходить как эпифидобактерии желудочно-кишечный тракт способны приживаться в нашем желудочно-кишечном тракте и способны там размножаться разрушать сахара не позволять сахарам проникать в наш организм а перерабатывают вот эти сахара в молочную кислоту хорошую молочную кислоту и молочная кислота уже поступает в наш организм кроме всего прочего молочная кислота является хорошим источником для нас энергии не хуже чем сама глюкоза при этом для того чтобы глюкоза попала внутрь клеток необходим инсулин он является проводником глюкозы внутрь клеток в случае нарушения вот этого механизма проникновения глюкозы внутрь клеток связанным с инсулином или не связанным с инсулином у нас формируется диабет к сожалению начинаются всевозможные ограничения вот вот эти пробиотические бактерии в том числе таким образом защищают нас от диабета потому что молекула молочной кислоты можно так сказать что она в два раза меньше чем молекула глюкозы и она проникает внутрь клеток без всякого инсулина без всяких проводников вот это лактобацилус козей она прекрасно выращивается в домашних условиях я неоднократно высевал на специальные среды и тот и другой продукт там ее много и очень много и то что заявляет производитель действительно здесь соответствует действительности кто-то может сказать о начал что-то рекламировать ничего подобного я рекламирую не вредный образ жизни может быть производители большое спасибо мне не скажут потому что вот такой вот бутылочки которые можно использовать в качестве закваски хватит вам для приготовления огромного количества домашнего полезного йогурта очень полезно единственный недостаток молочно-кислых продуктов приготовленных с помощью лактобацилус козей является их довольно таки жидкая консистенция что ж на этом я прощаюсь с вами желаю вам всего хорошего быть здоровыми крепкими и смотреть наш канал здесь вы найдете для себя всегда что-то интересное всего хорошего